Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Содержание одного ребенка в день – 16 рублей 80 копеек. Если ребенок ходит в группу с 12-часовым режимом пребывания, то родительская плата составляет 9 рублей. С 10-часовым – чуть меньше 7 рублей. Остальное оплачивает местная казна. Планируется выровнять плату за посещение детских садов по всему региону. Предполагаемая плата незначительная – это 1,2 РУМЗП. Для детей, которые посещают детские сады с 10-часовым режимом, это добавляется 1 РУМЗП, а 12 и более – 2 РУМЗП. В месяц в столице придется платить на 20-70 рублей больше, чем сейчас. Поднимать родительскую плату в детских садах будут постепенно в течение полугода. К апрелю цены для родителей должны стать едиными во всех дошкольных учреждениях Республики. Дети под присмотром. Накануне в Республике стартовала операция «Подросток». В Террасполе в течение этой недели милиционеры будут тщательно проверять неблагополучные семьи и несовершеннолетних, состоящих на учете. Согласно статистике, наиболее частые преступления, которые совершают подростки – это кражи. Мы проводили анализ по сравнению с прошлым годом. У нас наблюдается снижение совершаемых преступлений несовершеннолетними, как самими несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. Но, несмотря на это, нет целей таких, чтобы, если снизилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не проводить операцию. Более того, впервые операция «Подросток» будет проходить в два этапа. Первый завершится 27 октября, а второй начнется перед летними каникулами. Это поможет лучше контролировать ситуацию, пояснили в милиции. В микрорайоне Кировский после реконструкции открыли культурно-досуговый центр «Мир». Столичные власти стараются создавать все условия для привлечения детей и подростков в секции и кружки. Сюда я пришла первый раз. Но хотела заниматься там с партнером, потому что мне нравится танцевать с мальчиком. Сегодня в досуговом центре «Мир» работают 17 кружков и секций, и уже занимаются более 200 детей. И это не предел, говорит директор. Планируют набрать еще столько же. Мы предлагаем хореографические коллективы, вокальные, драматические. Мы предлагаем коллективы декоративно-прикладного творчества. Здесь все есть и на вкус каждого. И я думаю, что людям действительно будет у нас интересно. Потому что мы охватываем большой спектр возрастной от трех и до бесконечности. Цирковая и танцевальная студии, кружки бисероплетения и вышивания крестиком на любой вкус и возраст. Руководители центра говорят, что на этом останавливаться не собираются. И в скором времени здесь появятся новые направления для детского творчества. Жить полной жизнью люди с нарушениями зрения провели первенство по шашкам. Приурочили его к Международному дню Белой Трости. Участвовали в турнире порядка 20 инвалидов по зрению. Этим днем открывается месячник всесторонней помощи инвалидам по зрению. Проведение различных культурных, репетиционных, спортивных мероприятий, которые призваны оказать помощь инвалидам как в материальном отношении, так и в повышении интеллектуального, общеобразовательного уровня. Шашки не самая простая игра, требует внимательности и скорости. Людям даже при полном отсутствии зрения удается играть не менее ловко. Было бы место, где это можно делать чаще. Этим вопросом занимаются профильные службы. Действительно им необходима помощь, необходима помощь не только моральная, но и материальная. И мы работаем в этом направлении и пытаемся изыскать какие-то возможности для того, чтобы улучшить их положение, улучшить их состояние. И в идеале, конечно, мы хотели бы видеть хороший современный спортивный центр для инвалидов, где они могли бы воплощать в жизнь все свои мечты. На этом наш выпуск завершен. Хорошего дня и оставайтесь на первом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Словом, мы все больны гандболом. Денис, ты как мой китайский будильник. Не своевременный? Нет, плохо поешь. Зато на русском. Кстати, почему про гандбол? А я вот проснулся рано утром и подумал, вот играют во дворе в футбол, в волейбол, в лапту, а в гандбол не играют. Ну может потому, что в гандболе нет своего Киржакова, нет скандалов, нет популярности. Но ведь есть и у нас команды, и есть чемпионы. И слава богу, что там нет Киржаковых. А то чемпионство бы прошло мимо наших ребят. В ворота попадать-то надо. И сейчас вы узнаете, как начинает утро гандболисты Приднестровья. Трус не играет в гандбол. И хоккей, и футбол. Сегодня утро мы начнем с человеком, который с 1999 года неизлечимо болен гандболом. Чемпион Европы среди молодежных команд, неоднократный победитель чемпионатов Молдавии. Знакомьтесь, Иван Маруха. Ваня, прежде чем перейти к твоему утру, скажи, как давно ты уже занимаешься гандболом? Гандболом я занимаюсь с 1999 года. Как у тебя начинается утро? Как у любого нормального человека. После того, как проснулся, утренний душ, ванная, утренний плотный завтрак, подъем около 8 утра, для того, чтобы это все успеть. И, естественно, после этого утренняя тренировка. Из чего состоит твой завтрак? Из каких продуктов? Завтрак, сразу скажу, у меня достаточно не спортивный, не диетический. Так как я набираю сил на весь оставшийся день до самого вечера. Несколько бутербродов с колбасой, неважно с какой. Хорошая полулитровая чашечка чая, либо кофе. А какая-либо каша, скорее, желательно на молоке, потому что молоко – это калорийный продукт. И он необходим как спортсмену, как человеку вообще в целом. Наедаюсь на целый день и прихожу домой аж к ужинам. Почему так? Дело в том, что с утра у меня тренировка начинается в 10 утра моя. После тренировки я остаюсь на работу. Я тренирую две группы детишек. Передаю, так скажем, опыт из поколения в поколение. И после второй тренировки с детьми у меня еще моя вечерняя тренировка. У тебя утро как-то отличается, допустим, когда сезон идет и когда межсезонье? Есть какое-то различие? Конечно, конечно. С утра, когда у меня начинается, получается, не то, что там с утра, а межсезонье. И повседневные будни – это две разные вещи. В межсезонье я могу себе позволить где-то прогуляться, отдохнуть. Все мы люди, как говорится. В обычные будни я себе такого не позволяю. То есть у меня стоят биологические часы уже настроены на 8 часов утра. Я просыпаюсь без будильника. А в межсезонье, естественно, позволяем себе расслабиться. Я могу проснуться и в 10, и в 11. То есть в межсезонье нам дают какие-никакие выходные, какие-никакие отгулы. Мы можем позволить себе отдыхать. С какой ноги встает чемпион? Ты с какой ноги встаешь? В зависимости от настроения, так скажем. Если проснуться с хорошим настроением, значит с правой. С плохим, значит с левой. Ну, это, естественно, шутка. Это сарказм, как говорится. Что ты можешь пожелать нашим телезрителям? Как по-чемпионски начать день, чтобы хватило энергии на весь день? Без душа и без плотного завтрака день будет отвратительным. Я себе сужу. Может, ты посоветуешь какое-то упражнение, не знаю, или какой-то совет от Вани Марухи для наших телезрителей? Есть такое дело. Перед тем, как встать с левой, с правой ноги, неважно. Хорошо, необходимо потянуться и еще минуток пять полежать на диване. 19 октября все лицеисты отмечают свой праздник. У нас в Приднестровье лицеев не так много, но мы не упустили возможности поздравить и самих лицеистов, и тех, кто их учит. А еще стало интересно, как же все-таки они празднуют это знаменательное событие. Есть какие-нибудь традиции, обряды или посвящения в лицеисты? И вот наша Екатерина Орлова перевоплотилась на один день в учащуюся лицея и присоединилась к торжеству. И что интересного она там увидела и узнала прямо сейчас в утреннем эфире. Еще вчера восьмиклассники толпились в коридорах теоретического лицея в ожидании вступительных экзаменов. Сегодня всего несколько месяцев спустя. У тех, кто все же поступил, праздник – день посвящения в лицеисты. Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей отмечает свой 22-й день рождения, принимая в свои ряды новое поколение юных дарований. Каждый год мы очень ждем этого праздника. И это стало уже традицией. И сам день проведения этого праздника, его программа – это тоже лицейская традиция. 19 октября – это посвящение в лицеисты. Поэтому начинаем мы этот праздник торжественным мероприятием, которое так и называется – «Торжественно клянусь». В этот день лицеисты 8-го класса дают клятву, которую они сохраняют свято всю жизнь. Тираспольский теоретический лицей – одно из ведущих учебных заведений Приднестровья. Именно здесь впервые стали учить по направлениям – гуманитарному, физико-математическому и биолого-химическому. Сегодня на четырех параллелях учатся более 600 человек. А после новогодних каникул начинает свою работу дистанционная предпрофильная школа для семиклассников. Дети, которые хотят в будущем получить знания в этих стенах, могут зайти на сайт лицея и найти программу подготовки будущих лицеистов. Дистанционная школа дает возможность познакомиться с тем материалом, который необходим ребенку для того, чтобы успешно сдать экзамены в лице. Это первое. Второе – там выкладываются по разным профильным предметам, в зависимости от того, какие ребенок для себя выбирает. Тренировочные упражнения. А дальше проводится тестирование автоматизированное, которое позволяет проверить себя, насколько ты успешно выполняешь то или иное задание. В честь праздника новоиспеченные лицеисты и старшеклассники подготовили яркую праздничную программу. Зрителя радовали песнями, спальными танцами, гимнастическими номерами и театральной постановкой трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость». «Каменный гость» потому, что, во-первых, это потрясающая трагедия, там очень много интересных мотивов, которые нужно было разгадывать, а во-вторых, на лицейской сцене еще никогда не ставили трагедию. Красили меня акрилом и довольно долго. Восьмиклассники в лицеисты посвящены. Напутственные слова сказаны, концерт отыгран, аплодисменты сорваны. Осталось лишь по традиции посадить во дворе дерево, которое символизирует начало новой жизни в теоретическом лицее, а затем отправиться в кабинет на первый лицейский урок. Ура! Ура! Урада Тирасполь, Ирина Осмоловская. Доброе вам утро! Доброе утро, Ирина! Доброе утро! И расскажите нам, пожалуйста, чем уровень подготовки в лицее отличается от обычных школ? Ну, вы знаете, вообще мне просто об этом говорить, потому что я бывшая лицеистка, хотя и говорят, что бывших лицеистов не бывает. И, конечно, здесь дело даже не только в уровне подготовки. Здесь, наверное, в отношении к таким учебным заведениям, как гимназия и лицей. Когда-то директор первого теоретического лицея Наталья Бака сказала о том, что лицеи — это стиль жизни. Я думаю, что это можно отнести ко всем учреждениям повышенного уровня, как лицеи и гимназии, потому что это новый стиль общения, это новый уровень восприятия самого себя и окружающих. Это новые перспективы, которые открываются перед учащимися. Я думаю, это вообще смена жизненных ориентиров. А насколько сегодня востребованы лицеи? Обучение в лицеи и в гимназии — это выход не только на вузы Приднестровья, это выход на вузы Украины, России, то есть за пределы нашей республики. И понятно, что детей... Не могу сказать, что это массовый исход учащихся из школ в лицее. Нет. Но уровень востребованности лицеев и гимназий остается достаточно высоким. А как-нибудь контролируется уровень преподавания в лицеях? Естественно, преподавание в лицеях и гимназиях гораздо более глубокое, более разностороннее. Мы говорим не только об углублении специальных предметов по направлениям, но в то же время появляются такие новые курсы, которые позволяют заинтересовать детей. Но если говорить о гуманитарном цикле, все-таки я учитель-филолог, то можно сказать, что ученикам преподаются такие предметы, как зарубежная литература. В гимназиях, например, это градация, это английская литература с погружением в культуру этой страны. Да, потому что все-таки это углубление английского языка. Это мировая художественная культура. Это спецкурсы по философии, логике, риторике, экономике и так далее. То есть, естественно, ученики, выпускающиеся из стен лицеев и гимназии, они получают, у них такой уже большой кругозор, широкий кругозор, что с ними приятно даже просто пообщаться. А внедряются какие-нибудь нетрадиционные методы преподавания? То есть, чтобы больше, ну, ученика все-таки надо заинтересовать в образовании, не просто давать им стандартную программу. Естественно, это могут быть шоу, концерты, семинары, различные конкурсы во время уроков. То есть, все это массово используется. Плюс сейчас с таким широким распространением интернет-технологий мы видим и различного рода презентации, учащиеся представляют на уроке, да, это защиты каких-то дипломов, проектов. Ну, то есть, простор ученика не ограничен. А с какого возраста можно поступить в лицей? Чем хороша наша система? Тем, что у нас в городе Террасполе существует как бы три разноуровневых учреждения. Если мы говорим о гимназии, то это первый, начиная с первого класса и по одиннадцатый класс учащиеся обучаются в этом учебном заведении. Второй лицей, который находится на балке, туда ребята приходят с пятого класса. И это так называемые пролицейские классы. То есть, это такая мягкая подготовка к лицейским классам с восьмого по одиннадцатый. И первый теоретический лицей, здесь уже обучение с восьмого по одиннадцатый класс. То есть, пожалуйста, для родителей, для учащихся широкий простор для выбора. Поделитесь нами, пожалуйста, впечатлениями о дне лицеиста в вашем лицее. Самым трепетным праздником для нас был день 19 октября. Он берет свои истоки из пушкинских времен. И по аналогии с царскосельским лицеем, в лицее теоретическом проводится посвящение в лицеиста 19 октября. То есть, обязательно восьмиклассники надевают конфедератки. А конфедератка это что? Это такие шляпки замечательные, да, квадратные. Это конфедератка? Да. Ну, просто шапочка. Ну, можно называть шапочкой лицеиста, можно конфедератка, кому как нравится. Вот. И они произносят клятву лицеиста, они исполняют гимн лицея. И только после этого момента, 19 октября, они чувствуют себя уже полноправными членами лицейского братства. Кроме того, традиционно в этот день проходит КВН в стенах лицея. Причем соревнуются как представители разных отделений, так и могут быть команды между учителями, соревнованиями между учителями и учениками. Да, это интересно. Кроме того, обязательно лицей представляет рукописный журнал 19 октября. Он так называется, альманах, 19 октября. Ученики сами, это абсолютно творчество лицеистов, учащиеся сами готовят его, сами рисуют, сами сочиняют стихи, делают подборку. И в день 19 октября они представляют все это на сцене. Ярко, красочно, образно. То есть этим нельзя не заразиться. И, естественно, восьмиклассники, которые видят все это из зрительного зала, они, наверное, понимают, что здесь место, где можно раскрыть свои таланты, где можно не бояться показать, что ты поэт, что ты музыкант, что ты прозаик. Да, это очень важное событие. Оно воспитывает в детях какой-то патриотизм к своему учебному заведению. Естественно. А во втором лицее они, естественно, тоже не обходят эту дату, но у них праздник проводится в другой день, в день основания их уже лицея. И тогда у них проводится лицейский бал, на котором ученики одевают бальные платья, костюмы для бального вечера и исполняют минуэты, вальсы и так далее. Вот это очень красиво. Я сама гимназистка давала клятву, это очень трепетное мероприятие. Естественно. Я думаю, что это все останется на всю жизнь. И каждый лицеист, каждый гимназист пронесет это в своем сердце в течение всей жизни. Да. Ну, я обычный школьник. Спасибо вам большое за беседу. Ну и можете пожелать нашим телезрителям что-нибудь на день грядущий? Я хочу сказать, что, наверное, все мы на протяжении всей жизни учимся. Не важно, это школа, это лицей, гимназия или это высшее учебное заведение, но все мы так или иначе познаем что-то новое. Я вот хочу пожелать телезрителям, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом и понимали, что чем больше вы живете, тем меньше вы понимаете, как мало вы знаете. И пусть всегда вашим стимулом по жизни или вашим лозунгом по жизни будет достигать вершин в самопознании. Спасибо вам большое. Спасибо за мотивацию утреннюю. Доброго дня. Спасибо большое. Денис, давай с нашими телезрителями поиграем в ассоциации. Давай. Галактика. Галилео. Гармония. Гигантская. Горизонт. Гравитация. Готов. Гороскоп. На Первом Приднестровском. Последнее время у Овнов разговоры с окружающими были чересчур и остянутыми и многословными. И сейчас вам будет лучше проявить лаконичность. Постарайтесь сохранять краткость в общении с другими людьми. А еще лучше воспользуйтесь голосовыми сообщениями или электронной почтой. Если Тельцов одолевает нерешительность, это значит, что ваше чутье предупреждает вас о чем-то, чего вы делать не должны. Если вы не будете выбирать между двух зол, это избавит вас от ошибок. Ведите себя крайне осторожно в данной ситуации, особенно если речь идет о финансовых делах. У Близнецов сегодня есть шанс добиться отличных результатов, но для этого придется отказаться от привычной тактики, пойти на риск. Ответы на интересующие вас вопросы не лежат на поверхности. Приходится потрудиться, чтобы раздобыть нужную информацию. Неплохой день для деловых встреч и обсуждения важных вопросов сегодня у раков. Однако нужно иметь в виду, что все соглашения, которые вы достигаете, носят предварительный характер и позже могут быть пересмотрены. То же касается деловых предложений, которых вы в этот день получаете довольно немало. Львам сегодня портят настроение многочисленные мелкие недоразумения. Приходится преодолевать преграды, неожиданно возникнувшие на пути. Но львы сохраняют веру в свои силы и охотно делятся оптимизмом с окружающими. Неудивительно, что к представителям знака тянутся те, кто нуждается в моральной поддержке. Подходящий день для перемен любого рода сегодня у дев. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться и знаете, что необходимо для этого предпринять. Кто-то, возможно, попытается сбить вас с пути, но потерпит неудачу. Можно отстаивать свою точку зрения в спорах с влиятельными людьми. Оппоненты не смогут не признать вашу правоту. Появляется много новых идей сегодня у весов, и все они заслуживают самого пристального внимания. Творческий потенциал высок, ваши наблюдения верны, умозаключения парадоксальны. Но точно, неудивительно, что окружающие смотрят на вас с восхищением. Появляются не только союзники и единомышленники, но и поклонники, которые еще не раз удивят вас своей преданностью. Какие бы трудности не преподносил сегодня этот день скорпионам, вы не сдаетесь и упорно идете к цели. Что ж, она будет достигнута, хоть и не так быстро, как вам хотелось бы. Могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому от незапланированных покупок лучше воздержаться. День стрельцов сегодня связан с получением информации, которая окажется бесполезной, но ни в коем случае не должна быть забыта. Пройдет немного времени, и эти сведения окажутся поистине бесценными. Возможно, получение неожиданных предложений делового или личного характера. Те и другие можно принимать лишь в том случае, если вы готовы к кардинальным переменам. Козерогам звезды советуют постараться сохранять максимум ясности и прямоты в общении со своей второй половинкой. Это поможет вам в спокойной и конструктивной манере обсудить все накопившиеся у вас проблемы, с которыми вам нужно разобраться. Для водолеев этот день далеко не так плохо, как может показаться. Да, кое-какие проблемы возникают, но решите вы их быстро и почти не прикладывая усилий. Возможны новые знакомства, которые окажутся перспективными как в деловом, так и в личном отношении. День рыб сегодня требует внимания к мелочам, в первую очередь от рыб, которые работают с документами или занимаются расчетами, требующими высокой точности. Возможны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Многие представители знака сделают выгодные покупки. Денис, я каждое утро хожу на работу пешком. Ты уже не проходишь фейс-контроль в двадцатке? Нет, мне просто доставляет удовольствие топать до остановки и слушать, как под ногами шуршит листва. Какой интересный способ утренней релаксации. А если дождь, снег или град, метеорит? А вот на все твои если, ответит Екатерина Алексеичук в рубрике «Метеогид». Погода – это не только повод, как и что, а главное, сколько на себя одеть, но еще и шкала настроения. Согласитесь, приятно за окно посмотреть, никакой тебе слякоти и пронизывающего ветра. Прямо душа радуется такой-то погоде. А вот как долго мы будем в ее милости, предлагаю узнать сейчас. Центральную, южную и северную части Европы нынче занимает обширный антициклон, он же отрок сибирского. Так вот, ему в Приднестровье, видимо, нравится, поскольку он в республике как минимум до конца недели. 22 октября, вторник. Сегодня, пожалуй, самый теплый день на этой неделе. 14-17 градусов со знаком плюсов, дневные часы и 5 метров в секунду западного ветра совсем не омрачат картину дня. Однако, несмотря на антициклоничный малооблачный характер погоды, есть вероятность, что в среду мы ощутим влияние моря. Правда, юго-восточный ветер будет не очень навязчивым. Рост атмосферного давления, который тоже придется на среду, смущает несколько больше. Вместо нормы в 761 миллиметр ртутного столба ожидается 770, что не лучшая новость для метеозависимых персон. Температура с середины до конца недели будет в рамках осеннего приличия. 13-14 дневная и ночная 8-9, что очень неплохо. А северу так вообще посчастливится. Вдали от моря температурный максимум переплюнет даже столицу. 15-16 до конца недели здесь территориальная привилегия. Известно ли вам, что первоначально зонд служил для защиты от солнца? А вот как укрытие от дождя его впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 1750 году. Скажем ему спасибо за это, ведь с тех пор зонд нас не раз выручал. К счастью, на этой неделе, несмотря на всю функциональность, он останется неудел. Денис, что ты делаешь по вечерам? Сижу на работе. Хорошо, а когда ты был студентом, ты что делал? Сидел на парах. Вот и таким образом все интересное просидел. И продолжаешь просиживать. Надо же как-то развиваться. Так, Лизонька, я не понял. Опять начался сеанс пилотерапии. Нет, просто я на днях побывала в одном уютном месте. Вечером в дождливую погоду собрались ценители интеллектуальных игр. Это каких? Покер или монополия? Нет, они задавали себе вопросы и искали на них ответы. Ну, так я каждый день в этой игре даже сейчас вот стою и задаю себе вопросы. Что я тут делаю? Почему я не на Мальдивах? И где море? И надо бы найти ответы на эти вопросы. Там проходила подобная игра «Что, где, когда» называется. Но вопросами они задавались поинтереснее, чем ты. Поэтому смотри и развивайся. Что, где, когда. Известная интеллектуальная игра, в которой команда из шести игроков, называемых знатоками, ищет правильный ответ на любой заданный им вопрос при помощи мозгового штурма. Внимание, вопрос. Что делать вечером в четверг? Где можно провести время с пользой? И когда начинаются самые интересные мероприятия? На эти вопросы нам ответит терраспоиская молодежь, которая сегодня играет в интеллектуальную игру «Что, где, когда»? Давайте посмотрим. Обычно мы наблюдаем за этой игрой по телевизору, но в столице решили выйти за рамки эфира и сыграть самим. Выбор пал на что, где, когда. Эта игра довольно-таки популярна вообще среди населения, и решили провести среди молодежи. Это у нас аудитория от 18 до 30 лет. Мы даем возможность развиваться нашим молодежи, интеллектуально развиваться в первую очередь, появлять свои навыки, свои знания. У ребят пока нет таинственного черного ящика и вопросов от телезрителей. На столе не крутится непредсказуемый волчок, нет живых совы, как символа, а господин ведущий контролирует игру знатоков, находясь рядом с ними. Но согласитесь, главное – интерес, участие и победа. И, кстати, фраза «Внимание!» вопрос звучала довольно убедительно. Они победили меня, да, они победили мои вопросы, но это мне доставляет даже больше удовольствия, чем если бы я выиграл. Вопросы были достаточно сложные, и понадобилось время, да, чтобы на них ответить. Ребята стараются соответствовать дресс-коду, вот, пытаются не только мозгами включиться в игру, да, но и душой. Под всем известную мелодию клуба знатоков здесь собралась небольшая компания ценителей этой игры. Несмотря на то, что они незнакомы, это не мешает им сплотиться и достойно отвечать на вопросы. Ведь ими движет здоровый интерес и желание блеснуть своими знаниями, а это верный залог успеха. Кроме того, правила нужно соблюдать, поэтому приходится быстро концентрироваться, выбирать нужный ответ, желательно правильный, и на все это дается только одна минута. Но, судя по впечатлениям, юные терраспольские знатоки просто в восторге. Можно посидеть в хорошей компании, размять мозги и пообщаться с людьми, и познакомиться с новыми людьми. Команда очень приятная, люди образованные, очень интересное общение проходит. Здесь атмосфера своя, преднестровская атмосфера, дружеская. Вечером в дождливую погоду эти ребята решили интересно использовать для ума провести время, перевоплотившись в знатоков. И у них это неплохо получилось, а ведь каждый может найти в себе знатока. Что наша жизнь? Игра. Холода подкрались незаметно, и пришла пора открыть шкаф, залезть в самую глубь и достать оттуда пару светерков, шапочку, теплые колготки и кальсоны. Но если все сразу это одеть, получится не очень красиво. Некоторые люди, конечно, скажут, зато тепло. Но мы в нашей рубрике «Модная штучка» подскажем вам, как одеться тепло со вкусом и произвести эффектное впечатление. А нам, дорогие мужчины, остаются кальсоны. Да. Как приятно в холодную и дождливую погоду укутаться в теплый свитер или кардиган. А если эти вещи будут еще и из последней модной коллекции, то погода покажется не такой уж серой и унылой. Самый уютный и стильный тренд сезона – это объемные свитера и кардиганы. Дизайнеры предлагают их из небрежной и грубой вязки с асимметричными застежками и карманами, которые, кстати, могут быть расположены где угодно. Цвета таких свитеров варьируются от нежно-розовых до насыщенных винных оттенков. Они могут быть, кстати, и с коротким рукавом. Модельеры рекомендуют сочетать объемные свитера с легкими юбками мини, миди и макси. Можно, кстати, красиво подпоясать кардиганы ремешком на талии. Правда, такой вариант подойдет больше стройным девушкам, так как объемные модели одежды добавляют пару килограммов. Махеровые свитера займут достойное место в модном гардеробе женщины. Они присутствовали практически в каждой модной коллекции. Такие свитера могут быть совершенно разными – с широкими плечами или с объемным, либо укороченным воротничком. Что касается модных цветов, то предпочтение стоит отдать черно-белой гамме, пастельным оттенкам, а также ярким насыщенным цветам. Модные принты махеровых свитеров состоят из абстрактных и цветочных мотивов. Носить махеровые свитера можно с воздушными тканями, чтобы подчеркнуть контрастность фактур. Например, кардиган стоит надеть с кружевным платьем, а короткий свитер – с шелковыми брюками-дудочками. И еще один совет – кардиган лучше носить расстегнутым. Так вы будете выглядеть стройнее и продемонстрируете сочетание фактур в вашем образе. Модная тенденция осени – это свитера и кардиганы с меховой отделкой. Особенно популярны кусочки меха, которые расположены на передней части свитера. Кожаная и замшевая отделка в сочетании с махером дает также красивый контраст. Носите свитера с декором или без, с классическими вещами или с кожаными брюками. Современные модели сочетаются практически со всеми вещами. И пусть ваша осень будет такой же яркой и стильной. У нас в гостях модельер торгово-промышленной фирмы «Интроцентрлюкс» Элла Якубенко, которая расскажет о самых модных тенденциях этой осени. Доброе вам утро, Элла! Доброе утро! Вот расскажите нам о моде 2013 года, об осени нашей. Вы знаете, осень – это такая дождливая, грустная пора. Поэтому, естественно, мода, основное направление в этом сезоне – это цвет. Это яркость цвета, это буйство цвета. И все подиумы мира предлагают самые насыщенные и красивые цвета. Во-первых, это оттенки красного. Начиная от оранжевого, бордовый, томатный цвет. И даже сочетание красного между собой. Это вообще считается трендом – сочетать оттенки красного. А также синий цвет. Очень глубокие цвета. Да, у нас здесь есть представитель. Цвет электрик. Темно-синий цвет дипломат. Тоже сейчас вошел в моду. И фиолетовый. Очень много оттенков фиолетового, от светлого до темного. Но я хочу сказать, что даже сочетание этих цветов между собой, контрасты, они очень модные, как в прошлом году были модные, так и сейчас. И, естественно, черно-белая гамма. Это классика. Классика нас не покидает никогда. Она всегда будет в моде. Была и будет. В этом сезоне очень модно, кроме однотонных пальто, еще и цветные изделия. Потому что принт, он вошел в моду не только в платьях, в костюмах, а также и перешел на верхнюю одежду. И в этом сезоне принты играют свою очень важную роль. Веселенький принт такой. Да, в пуховых изделиях. Это куртки, это могут быть пальто удлиненные, а также сочетание принтов между собой. И хочу сказать, что вообще в этом сезоне очень модно силуэты приталенные. А как правильно подобрать аксессуар? Вот, например, к леопардовому принту или рептилии? Вот что вот ей... Ну, конечно, если у вас яркое изделие, конечно, аксессуар должен немножечко приглушать его. То есть, соответствовать какому-то одному цвету. Балансировать. Балансировать. И я хочу сказать, что аксессуары – это могут быть шарфы, это обязательно обувь и сумки, которые должны гармонично сочетаться в изделии. И совсем не обязательно, чтобы сумка с обувью сочеталась. Это, кстати, уже давно не модно. Они играют каждый свою самостоятельную роль в этом образе. И поэтому они могут быть и разного направления, и разного стиля, и разного цвета. А вот говорят, больше трех цветов совмещать нельзя. Или очень сложно совмещать. Это правда или это миф? Вы знаете, мода вообще такая демократичная. Она разрушает все стереотипы. И поэтому сейчас можно сочетать все, что угодно. Сейчас даже сочетаются несочетаемые цвета. Вот даже вы стоите в пальто рядом, казалось бы. Но эти цвета тоже могут сочетаться. И плюс к этим цветам можно добавить еще два вида принтов. И это будет очень оригинальное изделие. Плюс к этому еще могут быть отделки из кожи, из лака, лаковая фурнитура, еще золотые пуговицы. Но это все должно быть грамотно подобрано. Это должно быть подобрано. И смотреться должно очень лаконично, чтобы не перегружать изделие. Но вообще мода, она расширяет свои границы. И мне кажется, каждая женщина, которая имеет вкус, она может для себя какие-то новые законы открыть, одеть то, что ей нравится, и то, что ей идет. И это будет модно, это будет красиво, независимо от того, что диктует мировая мода, и то, что мы читаем в интернете, что с чем нужно сочетать. Абсолютно нет правил. Вы можете гармонировать все, что хотите, но это должно быть красиво, это должно идти вам, в вашей индивидуальности. Этим вы должны выразить себя, свою личность. И то, что у вас в душе, это все отражается внешне в вашем образе, в вашей одежде. Поэтому дерзайте, творите, и вы всегда будете модными и красивыми. Одеться, посмотреть на себя в зеркало, улыбнуться самой себе и пойти на работу. И уже приподнялось настроение. Я сейчас от лица всех мужчин. А нам что делать? Что нам одевать? Ну, мужская мода очень разнообразная. Так тоже однозначно нельзя говорить про мужчины. Конечно, наши... Ну, что же модно там яркие цвета? То есть осень надел там желтый пуховик? Конечно. Или желтое пальто? Желтые, оранжевые, красные пуховики. Это тоже сейчас очень модно. И не обязательно наши мужчины привыкли быть консервативными и одевать серое, черное, темно-синее с красной полоской. Это считается уже верх яркости. Нет, сейчас пуховики очень яркие. Они даже трехцветные. Вот наши отечественные производители, в частности фирма Интерцентр Люкс, мы выпустили коллекцию пуховиков, которые именно для молодежи яркие, с сочетаниями цветов и оранжевый, и белый, и черный, и красный. И контрастная фурнитура. То есть молодежи предлагается молодым людям тоже быть интересными. Еще плюс к этому вы оденьте яркий шарф, и это будет замечательно. А если вы деловой мужчина, то мы предлагаем классические пальто драповые, в классическом цвете, классической длины, а также френчи, более спортивные, двубортные, с интересной фурнитурой, который может одеть и как молодой человек, так и зрелый мужчина. То есть одежда на любой вкус. Сейчас можно одеться очень интересно. Я считаю, что в нашем городе, в нашей республике можно очень красиво одеться, благодаря отечественному производителю. Мужчины, вы все слышали, в интроцентр люкс, френч, на работу. Желтый, не забудьте. Желтый френч, чтобы, когда есть, если едете рано утром на работу, чтобы маршручек вас увидел, я остановил вовремя, когда вы стоите в желтом пальто. Спасибо вам большое за модную беседу, и пожелайте нашим телезрителям сегодня, утром чего-нибудь. Дорогие телезрители, я хочу сказать, что хоть и на улице холодная пора и осень, она грустная пора, но в Приднестровье, в нашем регионе, очень красивая осень. И эти краски, золотые, красные, зеленые листья, которые опадают, это все цвета природы, которые вы можете использовать и в своей одежде, и показать этим свой стиль, свое направление, и дерзать, и не грустить, и чтобы у вас всех было хорошее настроение. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо, и вам также. Ты знаешь, есть такие собаки, которых можно мазать кремом от морщин сколько угодно, но у них все равно, мордочка вот так вот висит. А если на прищепке и к ушам? Ну, собачке же больно будет, у них и так мордочка грустная. Но они очень красивые, и на самом деле радуются, когда хозяин дарит им свою заботу. А что это вообще за порода? Денис, посмотри сюжет, и все узнаешь. Этих двух неаполитанских красавцев зовут Энигма и Вазильес. Но любящие хозяева называют их ласково, Эни и Васильком. Ольга с иронией вспоминает, как в их семье появились мастины неаполитана. Вообще, это прихоть моего супруга. Началось все с попугая. Он искал мне в интернете говорящего попугая. И лазил, лазил, и в итоге увидел собаку, мастина, и говорит, я хочу. Через некоторое время еще одним членом семьи стала красавица Эня, которая, по словам Ольги, была похожа на маленького красивого бегемота. А год спустя появился и Василек из знаменитого итальянского питомника Дельгена. Несмотря на происхождение, щенок сначала совсем не был похож на представителя своей породы. Это было что-то. Это был очень худой. Никакой. Единственное, что он был похож на собаку, на щенка, которого просто бросили, знаете, вот выбросили. Сказать, что Дельгеновский? Нет, честно. Если Эня у нас не была гадким утенком, то этот был гадким утенком самым настоящим. Но совсем скоро гадкий утенок стал настоящим красавцем и по всем параметрам превзошел любимицу Эню. Сегодня эта парочка отлично уживается вместе. К тому же они самые настоящие чемпионы. Энечка наша чемпионка Казахстана, чемпионка Украины, чемпионка Чили, чемпион Македонии дважды. Чемпион Македонии получается дважды в ПЦИшной выставке и в выставке Альянса. Точно так же и Василий. Ольга признается, что несмотря на внушительные габариты питомцев, сложностей с ними особенно не возникает. Разве что выгуливать их не так просто. Еще неизвестно, кто кого идет на поводу. Еще всем представителям этой породы делают операцию, иначе у них могут возникнуть проблемы с глазами. Также не рекомендуются водные процедуры в Днестре. При этом Ольга утверждает, что все недостатки перекрываются достоинствами этой породы. У Мастина много не бывает. Это очень добрая, это очень умная. Они понимают, вот Эня у нас, так как она у нас уже год с лишним, она у нас понимает 300 слов. Очень ласковые, очень любят игрушки. Особенно Эня игрушка, пока если она ее не добьет, она ее не оставит. В чем мы смогли убедиться? К концу прогулки резиновый мячик полностью потерял свою форму. Все объясняли бесчисленные следы от укусов. По такому сценарию проходят все игры этих здоровяков, наблюдать за которыми одно удовольствие. Полоса препятствий пройдена. Успешно преодолены подъем, умывание, одевание, завтракание и на работу хождение. И самое главное, вы посмотрели утренний эфир на Первом Приднестровском, а это уже залог хорошего доброго дня. Делитесь улыбками друг с другом, и тогда все Приднестровье засияет от счастья. Ну а с вами были солнечные зайчики Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. С добрым утром, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин